первая фаза первая фаза луны первая фаза луны это те кто рождается со 2 по 8 лунный день кто родился тут уже берется не пару дней целая неделя 3 4 5 6 7 8 но 8 там надо будет посмотреть там может уже быть и следующий кто со 2 по 8 это первая фаза луны все геката кончилась почему геката из ада потому что луны нет на небе это в древности считались плохие дни потому что луна умерла но так думали что луна умерла а вот начиная со второго лунного дня луна начинает на небе появляется вы видели ее все это узенький такой серпик он называется еще молодой месяц кто видел молодой месяц такой тоненький да но это уже хорошо потому что это уже не от уже луна воскресла геката это луна в аду и душа в аду а когда уже луна появилась на небе вы помните что она растущая и поэтому она вправо как я вам рассказывал как растущую отличить визуально от убывающей если вот такую перерисовать палочку вертикальную то получится как буква р растущая луна убывающая она в другую сторону выгнута будет и вот этот узенький серпик это молодой месяц и со второго по восьмой лунный день напоминаю лунный день это самое легкое что есть в гороскопе самое понятное он уже посчитан и написан под названием города вам остается только посмотреть вот это молодая луна или первая фаза геката это нулевая фаза это нулевая это ноль как бы это старт а первая фаза луны это вот она а это называется ой питание ларис попроси подключить к питанию компьютер это вторая вторая фаза и первая фаза луны давайте запишем какая лунная богиня какая лунная богиня ей соответствует ей соответствует богиня которая которая называется артемида артемида богиня Артемида, ей соответствует богиня Артемида или Диана. Так, богиня Артемида или Диана соответствует первой фазе Луны. Что такое Артемида или Диана? Это покровительница животных, растений и детей. Артемида или Диана. Это одна и та же богиня. Диана это не женское имя, а это имя Луны, лунная богиня Диана. Что соответствует Артемиде или Диане? Что нужно ее душе? Ее душа успокаивается, Артемиды или Дианы, те, кто родился со второго по восьмой лунный день. Когда рядом растения, животные и дети. Душа успокаивается. А Артемида или Диана не любит взрослых людей. Не любит. Они ее раздражают. Поэтому со второго по восьмой лунный день вы пришли домой, сели, у вас там ваши растения стоят, кошка пришла, может быть дети или внуки, и ваша душа успокаивается. До того момента, пока муж не вернется с работы, он раздражает. Артемиду или Диану взрослые субъекты раздражают. Ей хорошо в обществе маленьких и таких не сильно мозговитых. Артемида, она отдыхает душой. И поэтому очень важно, чтобы поменьше взрослых, побольше детей. Детей она любит всех. Просто любит детей. Не только своих, а просто Артемида любит детей, любит растения, любит животных. Первая фаза луны. Богиня, богиня-покровительница природы соответствует первой фазе луны. Зная это, нужно понимать, что у Артемиды должен быть дома обязательно свой живой уголок, куда никто не должен входить. Кто у нас Артемида? У вас есть живой уголок дома? Есть. Расскажите, что в нем? И у меня была собака. Ну была собака. Мне 17 лет было. Ну понятно, да. Много растений. Много растений. И вот вы приходите, вот помните себя, когда домой, вы там садитесь, вот в своем дендралии, и на вас, ну и пока собака была жива, она приходит, и на вас должно не сходить вот такое умиротворение. Было такое? Дело в том, что у Гекаты ее куда не посади. Хоть среди растений, хоть еще куда. У Гекаты в душе все время там что-то мечется, там нет умиротворения. А у Артемиды, Дианы, она пришла, так у вас. Да, вы же первая фаза Луны? Ну у меня тут собачка есть. Ну собачка. Ну растений нет, ну собачка есть. Она вас умиротворяет? Да, она вообще ангельский. Ангельский. Скажите, ну у вас, по-моему, двое детей. Ну они уже не совсем маленькие, вот, а вот когда у вас появятся внуки или внучки, вы тоже будете получать удовольствие от времяпрепровождения с ними, потому что первая фаза Луны любит маленьких детей. Ей нравится вот с ними возиться, проводить время и со своими, и с чужими, с любыми. А взрослые, они раздражают. Ну вы создали, создали собачки все условия для счастливой жизни? Так, кто у нас еще Артемида? Четыре кошки. Четыре кошки. Вы пришли. Они меня встречают. Да, они ее встречают. Она села. Кошки все встали, хвосты вот так подняли и рассказывают ей, как они заскучились. А муж мне говорит, что я тебя раздражаю всего. Правильно, он раздражает. На кошку он не похож, на ребенка тоже. Поэтому бесит ваш муж, умный человек. Он догадался, что он не вписывается в вашу фазу Луны. И поэтому он должен не показываться вам на глазах, пока вы с кошками там сидите. Растений особо... У меня даже мама просит, говорит, ты можешь своей рукой ткнуть просто в землю, потому что у меня... Все растет. Да, это первая фаза Луны. Да, это первая фаза Луны. Так что вы обязательно как бы вот этим себя и успокаиваете. Да. А влияет, допустим, если и муж, и жена в одной фазе? В одной фазе. Нет, допустим, жена... Хорошо это или плохо? Это хорошо. А это урага уже? Нет, ну стоп, это немножко другой вопрос. В одной фазе плохого тут ничего нет. В разных фазах тоже жить можно. Это не принципиально для... Есть еще артемиды у нас? А если в восьмой день как бы... А это мы там будем смотреть. Это важно. Была в ангелизм всей моей жизни. Была фраза. Для меня самые святые дети и животные. Вот. Вот. Абсолютный представитель... Какой у вас лунный день? Седьмой. Седьмой. Абсолютный представитель своей фазы. И всегда говорю, что взрослые раздражают. Во-первых, они начинают умничать. Что Артемиду подбешивают. Во-вторых, они как бы обижают кошечек и собак или детей. Артемиду это тоже выводят из себя. Если не дай бог кто-то... Потому что Артемиде надо... Вот они вот окружают себя теми, кого ей хочется защищать, оберегать. А взрослые же они не такие, поэтому раздражают. Так что у каждой Артемиды обязательно дома должен быть свой живой уголок. В этом живом уголке могут быть растения, могут быть животные, могут быть дети. Вот эти три позиции. То, что душа успокаивается. И Артемида сидит, как в раю. Вот в эти минуты, когда муж еще не вернулся. И вот эти кошки, или дети, или цветы. И Артемида сидит и вот блаженствует. Блаженствует в живом уголке.